Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ-ТВ. В студии я Лилия Талипова и мы начинаем. Фильмы вместо лекций в КФУ проходит кинолекторий. КФУ «Мники». Подробности со школьного образовательного лагеря. Сбой мессенджера Телеграм. Почему не отправляются сообщения? Казанским федеральным университетом издается свыше 15 журналов. Одним из них является научный рецензируемый журнал образования и саморазвития, который издается с 2006 года. О том, как происходит трансформация журнала в связи с происходом новой редакторской команды, узнаешь в следующем сюжете. Рецензируемый научный журнал образования и саморазвития был создан в июне 2006 года. Он был основан Валентином Андреевым. Ежегодно в КФУ проходят андреевские чтения. Они посвящены памяти профессора КФУ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Судьба журнала была непростая. Ему предстояло пройти сложный этап структурного изменения. В свое время вольное сетевое сообщество «Дисернет» признал журнал Казанского Федерального университета образования и саморазвития одним из слабых в своем направлении. Свидеть с этим ему предстояло пройти этап трансформации, который направлен на исправление ошибок, которые в свое время не были учтены прежней редакции. Мы начали вот эту непростую работу по ретрогированию статей, по отзыву статей, которые были обвинены в плагиате. И надо признать, что большая часть статей, она была вполне оправдана. Учли все эти замечания. И в конце прошлого года «Дисернет» дал итоговое заключение, что все претензии к нашему журналу сняты. И опыт нашего журнала будет представляться как лучший опыт трансформации российского журнала. Участие Казанского Федерального университета в программе 5.100, которая проводится Министерством образования Российской Федерации в соответствии с указом Владимира Путина, поставило перед университетом новые задачи, которые были также направлены на структурные и идеологические изменения научного журнала образования и саморазвития. Два года назад мы начали перестройку журнала образования и саморазвития. Здесь нам очень сильно повезло. Мы познакомились в то время еще с редактором очень авторитетного British Journal of Educational Technology профессора Ником Ражби, который после выхода на пенсию два года назад согласился возглавить наш журнал и начать работу по его переформатированию в соответствии с международными требованиями. Новым главным редактором стал авторитетный английский ученый в области образования Ник Ражби, который более 20 лет являлся главным редактором высокорейтингового журнала British Journal of Education Technology. Профессор Ник Ражби очень известный ученый. Журнал, который он редактировал более 20 лет, входил в первый квартиль в области education. И когда в нашем университете в качестве наших коллег работают такие авторитетные ученые, я думаю, это очень важно для узнаваемости, для продвижения нашего университета. Новая миссия журнала связана с ориентацией КФУ на интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, на публикацию в журнале эффективных психолого-педагогических разработок, получивших высокую экспертную оценку в российской и зарубежной образовательной практике и положительно повлиявших на качество образования. Сейчас я вижу на примере своих коллег, что мы проходим через эти болезни роста и начинаем публиковаться в журналах высокорейтинговых. И вот именно эту задачу, сделать наш журнал образования и саморазвития высокорейтинговым, мы для себя поставили. Под руководством новой редакторской команды начался процесс трансформации в соответствии с международными требованиями. Работа оказалась долгой и кропотливой, не самой простой, чтобы он был включен в систему Web of Science. На данный момент редакторской командой исправлены все ошибки. Журнал прошел успешный первый этап проверки в Нидерландах и направлен на рецензирование в Россию. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. Будущие киножурналисты и пиарщики открыли для себя детали Generation P. Речь идет о продвижении и провокациях в средствах массовой информации. На встрече со специалистами его киноиндустрии побывала и наш корреспондент Аделя Шимилова. На площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казахского университета стартовал пятый всероссийский форум «Время кино». Данное мероприятие организовано в четырех направлениях – пиар, продвижение, провокация и Generation P. И если первые три пункта программы давно уже у всех на слуху, то Generation P многие услышали впервые. Мы очень креативно подошли к подбору именно секции Generation P, потому что она родилась из формата киножурналистики. Это когда мы смотрели, думали, как фильмы нужно подавать зрителю и какова роль критика и кинообозревателя. А сегодня мы подходим уже вплотную. Осенью мы затронули тему пиара, промо. Это очень важный сегмент, который остается, как правило, вне зоны видения. Также на мероприятии рассмотрели стратегии и кризисные периоды. Особенности восприятия узнали о работе фонда биографических интервью. Особенное внимание привлекли тренды российского и зарубежного кинопроката, о которых рассказал зрителям Николай Ларионов в рамках гостевого мастер-класса. Наблюдается большой рост посещаемости российского кино. То есть российское кино сейчас находится на подъеме. И затронул жанры, истории, которые зритель наиболее активно воспринял. Работа пятого всероссийского форума продлится до 30 марта включительно. На второй день в стенах шоурума выступят уже другие медиаперсоны. Ожидается выступление редактора программы о кино первого канала Марины Коблевой. Подробности о втором дне форума мы расскажем в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Роман Зингаров, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета не только на парах слушают лекции, отвечают, но и смотрят фильмы. Анна Глазунова расскажет о прошедшем кинолектории. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета прошел кинолекторий творчества Льва Толстого в мировом кинематографе. Сейчас студенты все больше смотрят, но меньше читают, поэтому организаторы выбрали формат кинолектория. Для того, чтобы приблизить классику к современному читателю, особенно к молодому читателю, мы полагаем, что вот этот подход через кино, через кинематограф, он один из наиболее действенных. Участники кинолектории посмотрели отрывки из фильма Сергея Мондорчака «Война и мир». Анна Глазунова, Роман Зингаров, Универньюз. Елабужский институт КФУ запустил смену весеннего общеобразовательного лагеря для детей. Что ожидает школьника в этом лагере, вы узнаете прямо сейчас. В Елабужском институте КФУ стартовала смена весеннего общеобразовательного лагеря КФУ «Умники». В нем проводят каникулы 46 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они участвуют в увлекательных мастер-классах, квестах, лабораторно-практических занятиях и командных проектах. «Здесь я встретила множество ребят, интересных учителей. Мне очень нравится тут. Я узнала много нового и не жалею о том, что пошла сюда». Для детей организовано множество направлений на выбор. Это возможность оказаться в криминалистической лаборатории или потянуть свою финансовую грамотность. Узнать о налогах, о создании своего бизнеса и понять, как бороться с аферистами. Для школьников также организовано направление по истории лингвистики. В лингвистической школе ребята могут пообщаться с носителем английского языка. Мы уже общались с английским преподавателем. Она нам рассказывала про то, как учат в Америке, про праздники, которые там есть. И, как по мне, это очень важно и очень интересно. Впереди детей ждут и другие образовательные направления. Артем Тупичкин, Ильшат Ахмадеев, Денис Типайлов, Универньюз. Телеграм. Самый популярный мессенджер в России 29 марта был недоступен в нескольких странах мира. Что стало причиной сбоя, расскажет Олег Кашин. В социальных сетях пользователи Телеграм массово жалуются на сбои мессенджера. 29 марта многие пользователи подумали, что Роскомнадзор, обещавший заблокировать мессенджер, все же это сделал. Пользователи нескольких стран отметили, что сообщения в Телеграме не отправляются. Он продолжался около трех часов, кажется. В это время я планировал опубликовать несколько постов, и с ним пришлось немного продержаться. Примерно полчаса назад, 40 минут назад, по-моему, все восстановилось уже. Однако основатель мессенджера Павел Дуров в своем твиттере поспешил успокоить всех пользователей. Как оказалось, причиной массового сбоя стало отключение электричества в дата-центре компании. Массовый сбой коснулся пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. Олег Кашин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова